Сегодня это один из самых оживленных перекрестков города. В часы пик, пробки, здесь можно простоять больше часа, но скоро ситуация должна измениться, ведь здесь будет построен новый подземный переход. На фирме «Мир» проспект пересекается в двух местах, справа и слева от улицы Бабушкина. К сожалению, не получилось сделать полноценный пешеходный переход, чтобы можно было на все четыре стороны выйти. Там идет теплотрасса, получается только сделать параллельно в двух местах проспект пересечь. Два года назад президенту была поставлена задача рассмотреть весь город и подобрать места, где наиболее сложная обстановка с пешеходными переходами. Мы подобрали порядка 35 мест по городу. Охвачен весь город, и Черниковка, и южная часть города. Первыми пешеходными переходами были определены это Бульвар Слава и Юношская библиотека. Уже такие два наболевших самых, наверное, места. Кроме того, у нас сейчас запроектированы пешеходные переходы по проспекту Октября. Это гимназия Гарипова, остановка спортивная, фирма «Мир». Еще у нас сейчас готов проект на остановке Театральная, это по улице Пушкина. Если говорить о надземных пешеходных переходах, то по автодороге Уфа-Аэропорт у нас сейчас на экспертизе проекты на остановке Кооперативная поляна и Металлобаза. Кроме того, на остановке Озерная, надземного пешеходного перехода. Проектируется пешеходный переход на остановке Кафе-Отдых, но это уже силами частного инвестора. По Уфа-Аэропорт будет четыре надземных пешеходных перехода, планируется. И если удастся построить Чесноковскую развязку, то у нас практически все светофоры будут ликвидированы на трассе Уфа-Аэропорт. Мы находимся на остановке Юношеская библиотека и уже следно здесь ведется строительство подземного перехода. И как обещает Управление коммунального хозяйства, объект будет сдан уже в следующем году. Дарья Синенко, Александр Кузнецов, телеканал ЮТВ.